Аленочка, у тебя контроль, и мы включили запись. Так что, если кто-то не хочет, чтобы записывали вопросы, мы будем включать видимость. А вопросы тогда, может быть, будут в чате. Чат не виден на записи. Ну что ж, добро пожаловать на наш вебинар сегодня. Наше тело — это друг или враг. И многие меня знают, так что я уже не буду рассказывать, кто я, что я. Мы просто перейдем к самому вебинарчику. Как мы любим наше тело и как мы его осуждаем. И как оно с нами играется, не играется, или что оно нам говорит. Дружит оно с нами, не дружит оно с нами. Я выключу свой телефон. Так что, это ваш вебинар. Так что, вы можете задавать любые вопросики. Аленочка, ты сказала, что у тебя прямо сразу есть горящий вопрос. Аленочка, ты меня слышишь? Я зависала немножко, потом прослушала твой вопрос. Ты сказала, что у тебя вопрос, который горит уже сегодня долго и нужно. Да, у меня есть такой интересный вопрос сегодня. Такая интересная поднялась энергия. Несмотря на то, что я использовала все инструменты, которые я знаю, с тем, что происходило в теле, вот эта прям память какая-то о насилии детская, она никуда не девалась. Это такое физическое ощущение было. стресса в теле, напряжение, боли, тошноты, прям вот просто сжималось и все. Вот что это? Я просто легла в итоге на землю. Много всего было, что это, знаешь, про способность впитывать чужие чувства, как способ насилия предупреждать, да? Впитать негативные чувства, чтобы предупредить насилие. И уже постоянный стресс в ожидании, знаешь, что ты тут. Окей, тогда давай я задам вопрос. Это вообще твое или ты ощущаешь все, что происходит в округе? Это прям мое. Окей. Сколько точек зрения у тебя есть о том, что твое, что чужое, что и все это ты готова разрушить и рассоздать? Для людей, кто не знает, что такое наше очищающее выражение, которые будут слушать это потом, вы можете посмотреть на это на страничке theclearingstatement.com на excess consciousness. И это волшебная палочка, которая просто все стирает. Вибрационная частота. Мы поднимаем энергию, которая... Это ложь, то, что тяжелое. Все, что тяжелое, это ложь. Все, что зажимает, это ложь. Все, что легко, это правда. Поэтому, Алиночка, для тебя, что легче? Твое, кого-то или чего-то? Чего-то легче. Окей. Чего-то – это обычно Земля. Насколько ты связана с Землей и ощущаешь все проблемы, все нюансы энергии Земли? Полностью. Полностью. Ты готова это признать? Потому что заболел желудок тут же. Да. По-английски это что ты не можешь... Стамок. Это... То есть ты что-то не можешь переварить. Какую-то неправильность как бы. Неправильность чего? Ну, происходящего. Окей. Насколько ты резист, то есть сопротивляешься тому, что происходит и считаешь это неправдным. Неправильным. Очень сильно, да. Насколько это удерживает это в этой реальности, то, что ты сопротивляешься? Все это готовы рассоздать, уничтожить? Нет. Знаешь, как будто нет. Ни за что. Нет. Окей. На самом деле, то, что мы сопротивляемся, это все остается в силе. Чем больше мы сопротивляемся, тем больше мы это держим, в том виде, в каком оно есть. А что, если ты перестанешь сопротивляться и отпустишь точку зрения, что это неправильно? На самом деле, правильно и неправильно, что это? Точка зрения, что? Да. Точка зрения. Точка зрения. Ну, слушай, под этим всем есть такое вот какое-то... Если я перестану это делать, то что-то произойдет страшное. Серьезно такое, что нет, нельзя. А что ты делаешь, что ты не можешь перестать? Контролирую. Контролирую. Вот это такое. Ты зависла. Я зависла. А сейчас уже нет, сейчас уже слышно. Да, еще раз повтори, пожалуйста. Что ты делаешь, что ты не можешь перестать? И если ты перестанешь, то станет что-то ужасное. Перестану контролировать прям вот. Должна контролировать, должна контролировать. Контролировать что? Все, что происходит. Всех, все. И как это работает для тебя? Ужасно. Я болею от этого очень сильно. Окей. Потому что на самом деле наше тело – это сенсорный организм, который все ощущает и дает нам информацию. А наш выбор – что с ней делать? Насколько ты решила, что вся информация, которую ты получаешь, ты должна что-то делать по этому поводу и что-то контролировать? Да, иначе будет много насилия. Окей. Это правда или же это ложь, которую ты купил и себя имплантировала, чтобы не дать возможность изменениям, которые могут быть в этой реальности? Все это? Все, что мешает тебе осознавать, знать, быть и ощущать, ты готова рассоздать, уничтожить? Нет. Ты говоришь или кто-то другой? Вот здесь такая фраза. Лучше никаких изменений, но чтобы не было насилия. Окей. А насилие есть или его нет? При том, что ты контролируешь все. Есть. Есть. Над собой только, ну как бы, мое надо мной. Над тобой, а в мире? Можешь ли ты остановить насилие в мире тем, что ты насилуешь себя? Как будто бы да, но это неправда. Окей. Везде, где ты перепутала правду и неправду, везде, где ты создала конфликтные ситуации, конфликтные вселенные, которые тебе не позволяют увидеть, что действительно истинно, ты готова разрушить, рассоздать? Да. А что для тебя легче? Ты можешь остановить насилие тем, что ты насилуешь себя? или ты можешь остановить насилие, перестав насиловать? второе, конечно. Ты слышала вопрос? Или зависла до того? Нет, я услышала вопрос, но когда я отвечала, второе, конечно, да, потом я зависла. конечно, второе, да, легче, намного легче, там, расширение такое теле. Да, ну и что ты выберешь? Да, второе. сколько лжи, какую ложь, и ложь кого-то используешь, чтобы проявлять насилие над собой, пытаясь контролировать весь мир в тот момент, как если бы ты выбрала себя и царство нас, и выбрала быть вне контроля, вне определений, вне линеарности и концентрисити на всю вечность, и все это ты готова создать, уничтожить? Да. Right and wrong, good and bad, pack and pat all nine short, boys and me, hands. Все, что я только что сказала, ты готова создать, уничтожить? Да. И о том, good and bad, pack and pat all nine short, boys and me, hands. Как сейчас? Легче, что-то осталось в спине, такая интересная энергия, и меня опять вернуло вот в это состояние утреннее. Немножко расскажу предысторию, если у нас есть время, да? У нас с мужчиной случился маленький конфликт, и он ушел в такой вот в барьеры, да, в игнор и в молчание такое. Меня как будто исключили, вот я прям это вот игнорирование такое вот, и на меня накрыло прямо таким ощущением, как в детстве, да, вот это вот какой-то угрозы от мужчины, и прям я головой все понимаю, что никакой угрозы нету, да, но вот эта вся энергия в теле, как это было в детстве, что сейчас будет какой-то взрыв эмоциональный, я настолько к этому привыкла, от мужчин в детстве, там, от дедушки, от папы, да, что вот прям тело корежит этим стрессом, хотя, как бы, головой я все понимаю, я могу использовать все инструменты, но в теле просто вот этот ад творится. Окей. Пока эта ситуация не закончилась, вот прям вот, я прям словила этот момент на фоне вот общего релакса, который сейчас есть у нас, прошло там несколько часов, полдня, да, мы вроде как помирились, все, как бы меня обняли, и прям я прям чувствую, как из тела уходит стресс и опасность, и прям это прям на уровне тела, я не, ну, что-то ощущение, что я ничего с этим сделать не могу прям. А сколько имплантов и эксплантов у тебя в теле, которые ты имплантировала, позволила имплантировать себя, связанные с насилием, связанные с угрозой, и связанные с исключением тебя и твоего тела из жизни, из любви, из всего, что ты считаешь необходимо для твоего проживания, жизненности и осознанности. Все это ты готова разрушить и рассоздать? Да. Right and wrong, good and bad, pack and pat all nine, short, boys and beyond. Очень много, да. И все эти импланты, и все, что под этим, ты готова разрушить и рассоздать? Right and wrong, good and bad, pack and pat all nine, short, boys and beyond. Это как раз о том, о чем мы хотели поговорить, что очень много в теле зависло то, что мы имплантировали из прошлого. Вот эти импланты, вот что-то произошло в детстве, тело сжалось и на клеточном уровне оно записало как на магнитную пленку вот эту ситуацию. И когда похожая энергия появляется в нашей жизни, вот эти клеточки, которые записали это, это как, я говорю, как на магнитофоне, начинают проигрывать ту же самую пластинку. Да. И все эти пластинки, которые проигрываются, готовы рассоздать, уничтожить. Right and wrong, good and bad, cut all nine, short, boys and beyond. И вот это то, что снимается телесными процессами. Оно раскрывается, раскрепощается, потому что что происходит? Энергетически мы засунули это в тело, а как теперь это достать? словесными вибрационными частотами мы это достаем, но вот оно вот так вот кругами. И когда мы делаем все вот эти вербальные процессы, очень важно после этого сделать bars, то есть бары это один из самых лучших способов вытаскивать это все, но телесные процессы, они именно на уровне тела раскрепощают это все. Один из таких, насколько, окей, я бы как раз хотела поговорить насчет биометрической памяти, особенно, когда мы чего-то боимся, когда мы пытаемся быть похожим, пытаемся понять, как человек может это сделать, особенно, как папа, как дедушка, как любимый человек, муж, могут вот такое насилие причинять, или вербальное, или физическое, или сексуальное, как они могут вообще такое сделать ребенку. И ребенок пытается это понять, при этом, что происходит. Понимания на уровне тела не существует, это энергетическое. Это понимание начинает закладываться на уровне клеток и молекул. И формируется вот эта биомимическая мимикрия, которая потом, как монетафон, начинает проигрывать это. Причем, если это что-то, чего мы не хотим, мы отказываемся от этого. Но когда мы, то есть мы создали это вначале, чтобы пытаться понять. И как только мы создали это, мы говорим, не-не-не, я такого не хочу, мне это не надо. Значит, соответственным образом, это все закладывается в подсознание, причем так глубоко, что мы даже порой не знаем, что оно там есть. Оно только выплескивается вот в такие минуты, когда происходит комплектная ситуация. Сколько лжей, чья ложь и ложь кого ты выбираешь, чтобы создавать биомиметик и биомиметрик мимикрию? родителей, родителей, дедушек, бабушек, родственников, всех предков и всех людей, их боль, их насилие, их тела и их сумасшествие. Все это готовы разрушить и рассоздать? Да. Существует телесный процесс биомиметик биомимикрия, БММ. Герри рекомендует его делать как минимум 300 раз. Но по последним, или скажем так, я думаю, что его надо как минимум 600 раз делать. Сколько раз ты его сделала? Не помнишь? Ну, раз 30 сделала, да. Да. Всего лишь. Ну, 10 процентов или 5 процентов от того, что... Столько еще интересных процессов, что на биомим кажется, что ну, потом как-нибудь. Да. Но на самом деле каждый из них, там сколько их у нас уже? 60 плюс референс-материалы, которых, я не знаю, там, наверное, еще штук 200. Такая книжка. Ну, да, актуальных около 60 сейчас. Да, актуальных 60 плюс продвинутых еще штук 30, наверное. И везде, где мы отказываемся своему телу раскрепощать его с помощью телесных процессов и с помощью баров, и с помощью вербальных процессов, готовы рассоздать и уничтожить. С легкостью. Спасибо, Алиночка. У кого-то еще вопросы? У меня есть вопрос. Да, Алиночка, я слушаю. У меня вот сегодня, что вот актуально поднялось, что позволить себе получать удовольствие для тела. Вот какая-то история идет, что, типа, нельзя столько денег тратить на удовольствие для тела. Нельзя вот потакать своему желаниям тела. Что оно хочет покушать, во что оно хочет одеться. Как будто вот какая-то история про это, что как-то по моим ощущениям я как-то это проскакиваю. Понятно. Я это выбиваю это из жизни. Да, на самом деле очень часто что происходит? Во-первых, чья это точка зрения? Ну, не моя идет там, бабушка, тетя, родственники. Готовы это все отправить обратно? Да. И разрушить все, что ты купила? Да. На самом деле определение удовольствия это тот уровень интенсивности, который мы готовы получить. При этом, если идет чуть больше интенсивности, чем мы готовы получить, это уже превращается в боль и насилие, как мы называем это над телом. Боль это та интенсивность, которую мы не готовы получить. насколько ты перепутала боль интенсивность, интенсивность боли, интенсивность удовольствия и пытаешься избегать любой интенсивности с помощью причинно-следственного объяснения этому. Да, похоже. все это готово создать? Да. Сколько лжи, чья ложь и ложь кого ты используешь, чтобы отказываться от удовольствия, которое ты могла бы выбирать, но не выбираешь. Готова это все разрушить и создать? Да. на сколько процентов? На пять. На пять. Это так я вот и просчитала. в чем ценность держаться за вот эту точку зрения, что удовольствие нельзя получать, что-то слишком больно или неправильно, или нет. Разорвет. я даже сейчас чувствую в теле и плечах как будто я сдерживаю сама себя что ли этот поток. разрушить и рассоздать это? Да. Ну как будто вот там голос какой-то крутится. Нельзя, 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 нельзя. Вообще нельзя. Готовы этот голос отпустить? Да. Это чей голос? Людей вокруг. И насколько ты сделала сильнее себя? Да, вижу. Ну и как? Неприятно аж дыхание останавливается вообще. Они сильнее, чем ты или ты сильнее, чем они? Ну мне кажется, что как будто они сильнее. Они сильнее, потому что их типа много. Это правда или это ты придумала? Или они тебе сказали и придумали это, чтобы контролировать тебя? нет, неправда. А? Выдумка, выдумка. Чья ложь, кого ложь и ложь и сколько лжи ты используешь, чтобы уменьшить себя, сжать себя и стать меньше всех, чтобы только не получать удовольствие. Готовы рассоздать и уничтожить? Да. И стать тем великолепием и той силой и той потности, которой ты действительно, той мощностью, которой ты являешься? Да. Брат и ром бот и бот и бот 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 и и бот бот окей. Давайте все отложите все, что вы делаете, только единственное, что если в машине, ведете машину, то не закрывайте глаза, а так просто почувствуйте себя, где вы находитесь, в своем теле или же вне тела, неважно где. Просто воссоединитесь с своим телом, сбросьте барьеры и расширьтесь. вначале до размеров комнаты, где вы находитесь. Алена, так как ты на природе, то скажем так, начинаю расширяться уже на километр, два километра в разные стороны. Сзади, спереди, вверх, вниз, по бокам, как шарик. Если где-то не получается расшириться, посмотрите, есть ли там барьеры и просто скиньте их. Просто скажите барьеры вниз, барьеры вниз, барьеры вниз, барьеры растворитесь, уйдите. Все, что работает. Расширьтесь на 10 километров, 100 километров, 1000 километров и продолжайте расширяться. Сделайте себя такой, как вся Россия и продолжайте расширяться на всю Землю. В эту секунду, когда вы стали такой же большой, как Земля, просто ощутите себя, свое тело и посмотрите на всех людей вокруг. Теперь расширьтесь до предела Солнечной системы и продолжайте расширяться на всю Вселенную и больше. Больше, 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 больше. И вот с этой позиции теперь посмотрите на всех вокруг вас. Кто больше? Кто имеет power над вами, кроме вас? И не сжимаясь, тройте глазки и посмотрите на меня. Теперь скажите, кто имеет эту power? Людочка, как ощущаешь? Люда? Над своей? Да, для себя я имею, да. А что если... Эти глаза уходят, да, ушли вообще, вообще они не важны. Да, да. на самом деле это выбор. Быть вот этим безграничной сущностью в безграничном теле или же сжать себя и свое тело до пределов этой реальности даже меньше. Потому что насколько эта реальность вот сейчас вот в этом состоянии расширения, где эта реальность находится и насколько она большая, эта реальность? но она вся вам не ощущается. Да, да. На самом деле реальность намного меньше, чем мы. Наши точки зрения это то, что создает вот эту боль, вот то, что мы не готовы принять. Когда мы сжаты, сколько можно получить удовольствия? Ну совсем. Мизер-мизер. Судечка, правильно. А когда мы расширены, сколько можно получить? Бесконечно. Да. Вот в этом и есть там, где мы перепутали удовольствие и боль. Когда мы получаем больше удовольствия, чем мы готовы получить, мы находимся вот в этом маленьком сжатом состоянии, когда удовольствие пытается зайти к нам, а мы так нет, нет, я маленькая, я не могу. И все, что сейчас поднялось, готовы рассоздать и уничтожить? Да. Right wrong with your top of nine shorts and beyond. Спасибо. У нас еще вопрос. Анечка. Благодарю. Благодарю. У Анны, сейчас есть вопрос, она, наверное, за рулем едет. Я прочитаю, да? Да. Лена, что если хочешь бить себя, свое тело? Такое ощущение, что это столько ненависти и злости к своему телу. Причем понимаю, что это просто пикет, но возвращается, наверное, возвращается. Анечка, насколько это твое или же вокруг тебя? Ты просто ощущаешь. И ты, кстати, правильно сказала, такое ощущение, потому что очень часто мы путаем, где наши действительно чувства, ощущения и ощущения других людей, их ненависть к своему телу. сколько осуждений и лжи ты ощущаешь от других людей, которые купила как свое, которые нужно, которые ты выбираешь, а можешь не выбрать. ты готова это все рассоздать, уничтожить? Right and wrong with a bad pack and paddle, nine shorts, boys and the ants. Сколько? Кому это принадлежит? Все это готово вернуть назад? Я понимаю, что да. Right and wrong with a bad pack and paddle, nine shorts, boys and ants. Ну, конечно. А легче не мое, но упираешь, что мое. Мы же так любим себя наказывать, потому что все наше. Мы ответственны абсолютно за все. И все это готовы рассоздать, уничтожить. Right and wrong with a bad pack and paddle, nine shorts, boys and the ants. Везде, где мы купили все точки зрения, что все, что в нас, все, что у нас в голове, в теле, это все наше, вместо того, чтобы понимать, что мы просто ощущаем других людей, животных и весь мир и землю, готовы это все разрушить и рассоздать. Right and wrong with a bad pack and paddle, nine shorts, boys and the ants. Расширьтесь опять, потому что сколько из вас сейчас сжались от нашего разговора. Теперь посмотрите, сколько людей находится внутри вас. 8 миллионов, миллиардов. Насколько вы ощущаете каждого из них сейчас? и все это, конечно, ваше. Все принадлежит вам, все ощущения сейчас. А что, если все, что вы сейчас ощущаете, это совсем не то, что вы чувствуете? Везде, где вы перепутали ощущения и чувства. потому что чувства, это то, что тело чувствует. Это то, что ваше. И ощущения, которые вы ощущаете от других людей, везде, где вы это перепутали, везде, где вы это засунули в свое тело и закрыли, как ваше, как ваше чувство, мы готовы это разрушить и рассоздать. Right and wrong with a bad pack, paddle, nine shorts, boys and ants. Потому что как только мы вместо того, чтобы понимать и знать, что это наши ощущения других людей, как только мы сказали «я чувствую это», все, оно тут же осело в нашем теле. И тело уже не имеет выбора и начинает как бы с нами работать, так как оно наш друг, оно выполняет любые наши желания, не понимая при этом, что это не наше желание, это наши ощущения, которые мы решили, что это наше. И все это вы готовы рассоздать, уничтожить? Right and wrong with a bad pack, paddle, nine shorts, boys and ants. Идея того, что тело наш друг, но мы почему-то считаем, что это наш враг. Тело болит, там болит, здесь болит, там что-то не так, здесь что-то не так, тут жир, тут животик, тут еще что-то, тут вот все вот эти вот наши суждения, осуждения точки зрения в нашем теле, они на самом деле создают наше тело. Потому что тело предано нам безгранично. Оно слушает абсолютно все, что мы ему говорим. Если мы говорим, ой, я толстая, ну хорошо, ты хочешь быть толстой, но я сделаю толстой. Ой, болит, ну наверное там что-то так, нужно сделать что-то, какую-то болячку, чтобы оправдать ту точку зрения, которую мы себе создали. И все это готовы разрушить и рассоздать? Right and wrong and bad and pat on nine short sports men если бы у нас была такая подруга, как наше тело, и мы все то делали и говорили этой подруге или другу, вот все, что мы говорим нашему телу, как долго бы эта подруга или друг была с нами? он сказал иди ты не будем говорить на какие три буквы и исчезло бы из нашей жизни а тело с нами с рождения до того момента, пока мы его не убьем, а мы убиваем его медленно и верно нашими точками зрения. Даже собака наверное бы уже удрала, а тело все равно с нами и мы все равно относимся к нашему телу как к самому злейшему врагу. Везде, где вы решили, что ваше тело ваш враг, что все болячки в теле это проблема тела и все, что происходит с телом это проблемы с телом, а не наши суждения и осуждения и наши точки зрения готовы это все рассоздать и уничтожить. А что если все в нашем теле это все, что мы создали нашими осуждениями? Все это готовы разрушить и рассоздать? А что если вместо того, чтобы осуждать наше тело? Мы поблагодарим наше тело за то, что оно с нами, за то, что оно держит нас, за то, что оно носит нас, за то, что оно делает абсолютно все, что мы его только попросим. неважно, мы просим это сознательно, бессознательно или антисознательно, и неважно, просим ли мы это, или боимся мы этого. Дело для тела неважно, мы боимся или просим. Я очень люблю хороший анекдот в свое время. Сидит человек в автобусе или в трамвае, неважно где, и думает, вот моя семья, дети идиоты, жена стерва, денег нет, все надоело, да и на работе босс просто сволочь, вообще не знаю, вся жизнь какая-то неудачная, а сзади сидит ангел и записывает, и тоже думает. Да, каждый день у него интересные у него желания, и каждый день одно и то же. Ну что ж, исполним. И все, что у нас поднимается по этому поводу, потому что в каждой шутке есть доля шутки. Готовы это все рассоздать и уничтожить? Right and wrong поднимать естественно наше тело и заставлять его быть покорным и делать из него все наши осуждения и все, что мы туда засунули, еще при этом осуждать его, готовы это все рассоздать и уничтожить. Но никто здесь этого не делает, конечно. Нет? Не делаем мы это. И везде, где мы это делаем, везде мы, где мы продолжаем ту эстафету, которую нам дали родители, когда они насиловали нас, когда они осуждали нас, когда они критиковали нас, а мы решили, что это правда. Все это готовы разрушить и рассоздать, и вернуть им обратно. Давайте сделаем упражнение и поблагодарим тело. Я обычно делаю потереть ладошки, сделать наш небольшой такой шарик энергетический, сбросить барьеры, сделать его такой хорошенький, чтобы он был. И положите этот шарик на лицо и поблагодарите ваше тело, что оно с вами, что оно помогает вам, что оно, в принципе, все время является вкладом для вас. Неважно, как вы к нему относитесь. Почувствуйте ту благодарность, ту любовь, которая ваше тело вам дает всю вашу жизнь, начиная с самого рождения. Как вы себя чувствуете? Неважно, ты хочешь что-то сказать? Веселее, говори. Что? Веселее. Веселее? Да. Немножко иначе. Какие ощущения в теле сейчас? Просто послушайте свое тело. Ведь оно вам все время что-то говорит, все время направляет и говорит, ну, не надо кушать это, это не то, что нам нравится, а мы все равно кушаем. А что, если мы послушаем и спросим тело, тело, а что ты действительно хочешь кушать? А что ты действительно хочешь сделать? А что ты действительно хочешь получить? И какое удовольствие ты хочешь получить? Ух, как только сказала удовольствие, тут же сразу такая тяжесть. А насколько вы готовы получать удовольствие телом? Ауч. 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 На ноль. Такое ощущение, что на ноль. Но если вдруг получим, то потом за это придется как-то вот прям расплатиться. Готовы это все разрушить и рассоздать? Ален, скажи это несколько раз. За удовольствие надо платить, вот что идет, да, за удовольствие надо платить, за удовольствие надо платить, за удовольствие надо платить, за удовольствие надо платить. И все импланты, и все секретные повестки дня, и все, что под этим, и все ИИС, и все искусственные интеллекты, и все, что под этим, все, что под этим, готовы рассоздать, уничтожить. Да. Да, я сейчас понимаю, что любое длительное интенсивное удовольствие в жизни, оно всегда превращается в какой-то стресс потом, неожиданный. И что-то такое происходит, что все нивелирует. Насколько ты связала удовольствие, стресс или насилие? Плотненько. Плотненько. Насколько они действительно связаны? Я даже не вижу. Не связаны. Я даже не связала, что я не вижу. Они не связаны. То есть везде, где ты связала все это английское слово inconsistency, incongruences, то есть все несовпадения, которые ты связала со своим телом, с удовольствием, со стрессами и насилием, везде, где это не связано, но ты все равно связала. И вся причинно-следственная зависимость там, где ее нет, и вся причинно-следственная реальность, причинно-следственная инкарсарация, инкарнация и все, что с этим связано, готова разрушить и рассуждать. Райд, Рон, Губер, Пак, Патол, Найн, Шор, Спозин, Биэнс. У нас же есть такая в России поговорка с детства, я помню, все мне говорят, много будешь смеяться, потом будешь много плакать. И всем детям говорят. Будешь много смеяться, потом будешь много плакать. Будешь много смеяться, потом будешь много плакать. Много смеешься, потом будешь много плакать. Много смеешься, потом будешь много плакать. Много смеешься, будешь много плакать. Все это, и все шики в повеске дня, и все секретные импланты, и все шики импланты, и все, что под этим, 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 и все, и из, и все, что под этим, и все, что под этим, и все, что под этим. готовы разрушить и рассоздать и отправить обратно отправителя и сколько вот таких точек зрения и всех поговорок и заговорок и всех щеки и точек зрения которые мешают нам жить готовы разрушить и рассоздать все что под этим все импланты экспланты замечательно но по-моему вы уже готов поджарились хорошо я надеюсь кого-то из вас хотя бы увидеться в питере на следующей неделе приезжаем да я немножко расскажу про предстоящие наши классы для своего позволения он приезжает петербург наконец-то и у нас будет трехдневный телесный класс это будет ой я забыла восемнадцатое девятнадцатое нет тринадцатого по пятнадцатого начинаются хроники я все перепутала 15 по 18 июля 13 по 15 все я все перепутал 13 по 15 июля вот это вне времени пространства да да но я я настолько я понимаю что сейчас уничтожила все клетки мозга июль июля я пытаюсь собрать где июль это уже уже идет он да через буквально 10 дней уже да да будет трехдневный телесный класс на котором будут и новые процессы в том числе телесные которых еще не было они вот появились буквально пару месяцев назад в мануале после двух месяцев появились последние появились неделю назад еще и еще новее еще новее а лена как раз сейчас переводит это обещала мне классу иметь вот поэтому будут новые телесные процессы и если вы прошли фоундейшн то добро пожаловать на телесный класс телесных классов много не бывает это я вам как человек прошел прошедших уже много и в том числе продвинутый говорю что каждый раз телесные процессы тел дает новая осознанность новые изменения и а если вы не проходили фоундейшн то тогда можно попасть к инге на фоундейшн преддверии телесного класса или она там тоже будет по секрету скажу у инге присутствовать не знаю полностью ли частично частично да вот и еще у нас будет очень интересный класс это будут хроники акаши базовый продвинутый курс это не аксессовские инструменты это ленина школа это другой наверное способ получить больше осознанность один один из инструментов да альтернативных очень глубокий и трансформирующий и возможно для вас станет таким дополнительным пазлом наверное полной картине какого-то своего бытия этот класс начнется у нас я сейчас не буду брать 18 19 20 и 21 по дня два дня базовый курс два дня продвинутые хроники акаши информация есть у меня на странице если надо пишите мне я вам все на все ваши вопросы отвечу и будем очень рада всех увидеть приходите приносите ваши тела или возможно зовите тех людей которым это надо если бы уже проходили и вам пока не хочется снова свое тело побаловать и немножко убрать вот те вот ту память с прошлого которая мешает которая засела каждый телесный класс это просто он я бы сказала что он делит жизнь на до и после для меня я уже не помню сколько раз я проходила его но фасилитировал намного больше чем проходил но каждый раз это замечательный опыт другим человеком другим телом другим на другой памятью тела это все меняет поэтому добро пожаловать если у вас есть какие-то вопросы по классу нас есть еще пару минут а так надеюсь увидимся скоро до встречи до свидания спасибо огромное на сегодняшнюю фасилитацию за новое сознание